Привет! Рассмотрим COS TVS 150i. Это полностью беспроводные вакуумные наушники. Недорогая модель на каждый день с автономностью около 5 часов и до 25 часов с зарядками от кейса. Привлекательный дизайн, хороший и универсальный звук. И цена с первого взгляда кажется оправданной. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Заодно рекомендую знакомиться с нашим рейтингом недорогих TVS наушников до 100 долларов, куда и попала эта модель. Ссылка будет в описании. Комплектация у COS TVS 150i стандартная. Есть нужная инструкция, еще короткий зарядный кабель microUSB и комплект амбушюр. Они вытянуты несколько треугольной формы. Ну и сами наушники в кейсе, конечно. Кейс COS TVS 150i компактный. Пластик матовый, он не маркий и легко царапается. Недорогой, одним словом. По бокам есть углубления, чтобы кейс удобнее было брать в руку. Вот, кстати, посмотрите еще раз на пластик. Это после двух недель аккуратного использования. Из функциональных элементов тут только разъем microUSB сбоку. Он смотрится немного странно. Не на кейсе по дизайну, а то, что это microUSB в 2021 году у новой TVS модели. Открываем кейс, загораются индикаторы. Посмотрим, что внутри. В общем-то, там ничего неожиданного. Сами наушники выполнены в популярном формате с ножками. Пластик качественный, есть серая вставка, смотрится интересно. Сами корпусы небольшие. Форма эргономичная, ножка длинная, но не мешает. Если приложить усилия таким образом к левому наушнику, ничего не двигается и не скрипит. А вот справа все иначе. Тут есть люфт. Одна часть корпуса слегка, но сдвигается относительно другой. В отзывах об этой модели частые претензии к сборке я не нашел. Возможно, это проблема только моего экземпляра, но что есть, то есть. Наушники легко и точно садятся в кейс. Его можно закрыть даже, так сказать, без рук. А открыть можно одним пальцем. Крышка на магните держится не так крепко, как хотелось бы, но сама точно не откроется. По комфорту. Кейс у COS TVS 150i легкий и компактный. Помещается в карман и не выпирает. Наушники из ушей сильно не выступают. Ножки своей длиной дискомфорта не доставляют. Амбушюры пусть явно бюджетные, но достаточно удобные. Не утомляют и не натирают. Посадка не очень глубокая, звуковод не длинный. Есть прозрачная сеточка. Амбушюры снимаются легко, а надеваются не с первого раза иногда. Данные COS можно уверенно назвать удобными. Меня они не утомили за 3 часа прослушивания. Каждый наушник весит около 5 грамм. Нигде ничего не натирает. Сидят они надежно. Можно и на пробежку выйти. Тем более, что тут есть защита по стандарту IPX5. От дождя и пота. Кстати, я добавлю рейтинг по ссылочке в описании моделей для спорта. Это очень удобные наушники для пробежек и занятий в спортзале. По управлению. У COS TVS 150 сенсорное управление. Кнопок нет даже на кейсе. Тачпады есть на каждом наушнике, в верхней части корпуса. Они небольшие, не всегда попадаешь с первого раза. Двойное касание на правом и левом – это старт-пауза плюс прием и отбой вызова. Долгое касание на правом – следующий трек, а на левом – предыдущий. Управления громкостью нет, и это печально. Умной паузы тоже нет, но это в целом ожидаемо. Ложных срабатываний немного, ведь в схеме нет ни одного одинарного касания. Заявленная автономность данных COS до 5 часов на одном заряде. И до 25 с кейсом. На нем три индикатора, по которым можно понять, сколько заряда в кейсе осталось. По многим тестам заявленные цифры подтверждаются. И могут быть даже больше. За три часа наушники разрядились только на 50%. То есть могут проработать и 6 часов. Заряжать кейс по устаревшему интерфейсу с коротким комплектным кабелем не очень удобно. Но можно. Ну или можно найти кабель просто подлиннее. По качеству соединения. Параметры Bluetooth соединения у наушников следующие. Bluetooth версии 5.0 и кодек SBC. Рассинхронизации видео и звука нет. Или она минимальна. Практически незаметна. Мультипоинта нет. Одновременное соединение только с одним источником. Отдельно можно использовать любой наушник. Фирменного приложения с какими-либо настройками тоже нет. В целом качество соединения хорошее. На расстоянии 10 метров артефактов не заметил. Только если где-то на 8-9 метре будет стена или дверь. Появляются редкие заикания. Жаль, что нет поддержки хотя бы AAC. Хоть наушники и бюджетные, у многих аналогов этот кодек имеется. Процесс сопряжения более-менее стандартный. Открываем кейс и находим наушники в списке доступных устройств. С последними знакомыми устройствами наушники соединяются очень быстро. Стоит только открыть кейс. Даже не успеваешь поднести наушник кухон. Микрофон у KOS TV 150i хороший. Главное, что можно разговаривать, находясь и в помещении, и на улице. Иногда в голосе проскакивает искажение, но собеседник все понимает. В помещении почти нет эхо. На улице шумы все-таки слышны. Но не мешает разбирать слова. Конечно, общаться, гуляя около очень шумной трассы, будет некомфортно. Но в остальных случаях микрофон оказывается лучше, чем ожидаешь от бюджетной модели. С записями микрофона этой модели вы сможете ознакомиться в обзоре на сайте по ссылочке в описании. А главное, звук наушников KOS TV 150i мне понравился. И это было неожиданно. Подача сбалансированная, с небольшим акцентом на высоких и легким провалом на средних. Держа в голове цену, даже придираться к звуку не хочется. Низкие частоты ровные и неплохо проработанные. Сильного акцента нет. Бас в меру ударный, раздутости и ватности нет. Грязи тоже не наблюдается. Средние ровные, но с большим провалом на нижнем краю диапазона. Голоса звучат в меру натурально, явных искажений нет. Высокие акцентированные. Иногда бывают рисковаты, но не часто. Есть ощущение плоскости на высоких. Проработка диапазона хорошая. Достоверность. Сцена чуть шире головы, проработана неплохо. Образы небольшие, но разделяются более-менее правильно. Кашу музыка не сваливается. Но построения сцены в глубину нет. Натуральность на хорошем уровне, явных искажений тоже нет. По музыкальным жанрам наушники, можно сказать, универсальные. От простенькой электроники до сложной классики и джаза. Для бюджетных ТВС уровень хороший. По вариантам применения, фильмы и сериалы смотреть можно. Пусть живая атмосфера и не создается, но все слышно и ничего не теряется. Что по ценам? В России цены стартуют от 3700 рублей, а в Украине от 2150 гривен. По главным плюсам. Качественный звук за свои деньги. Сбалансированный, без явных акцентов и перекосов. Универсальный подойдет для любой музыки. Примерно для 60-70 баксов это один из лучших вариантов. Удобная посадка. В наушниках можно провести до 3 часов без дискомфорта. Может быть и больше. Комфортная автономность. Заявлено 5 часов на одном заряде. По факту на средней громкости получается даже больше. Около 6. Плюс около 4 зарядок от кейса. Надежная связь по Bluetooth. В радиусе 10 метров проблем нет. Нет рассинхронизации картинки и звука. Быстрое соединение со знакомым устройством. Можно использовать каждый наушник отдельно. Для прослушивания или для звонков. Хороший микрофон. Можно разговаривать в помещении и на улице. Без дискомфорта для себя и собеседника. Кроме, конечно, особенно шумных мест. По главным минусам. Не лучшая реализация сенсорного управления. Нет управления громкостью. Сенсорная панель не очень большая. Не всегда удается точно попасть. Особенности материалов и сборки. Пластик кейса марки и легко царапается. В моем экземпляре был люфт на правом наушнике. Из кодеков только SBC. Да, это, конечно, бюджетная модель, но хотелось бы хотя бы AAC, как дополнительный кодек. Нет фирменного приложения. Хотя бы с минимальными настройками. У некоторых аналогов по цене приложение есть. Но это скорее придирка с моей стороны. Микро-USB. У новой модели в 2021 году это, конечно, морально устаревший интерфейс. По итогу KOS TV 150i получили оценку 7,1 из 10 на нашем сайте. Стоят ли они своих денег? Скорее, да. Однозначно интересный звук в этой ценовой категории и удобная посадка. Но есть вопросы к материалам, сборке и управлению. Это прекрасный вариант на каждый день без аудиофильских замашек и дополнительных функций. Вот такие дела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и бейте в колокол. Большое спасибо за просмотр и пока.